Город-герой, город-порт, а с недавнего времени еще и город театральных фестивалей различного уровня. Представить пару лет назад, что когда-то Новороссийск станет театральной столицей Юго-России, было просто невозможно. Но желание труппы муниципального драматического театра имени Амербекяна не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться, постигать все новые вершины, сделало невозможное возможным. В июне Новороссийск встречал участников 16-го Всероссийского фестиваля театров малых городов. В сентябре пройдут черноморские театральные встречи. И вот сегодня на сцене Гортеатра коллективы первого международного фестиваля «Театральная гавань». Сегодня город Новороссийск становится той площадкой для привития театрального искусства, для воспитания культуры жителей и гостей нашего города. Хочется сказать слова благодарности организаторам мероприятия, которые сегодня дали возможность этому событию быть в городе Герой Новороссийске, показать новый, другой уровень и новый формат театральной жизни для наших жителей Новороссийска. Москва, Челябинск, Тобольск, Краснодар, Осло. На сцене художественные руководители театров, которые своими постановками на протяжении нескольких дней будут удивлять и восхищать новороссийскую публику. Я очень был тронут, что первый спектакль выпала честь на этом фестивале играть как бы нам. Это было позавчера, то, что это был первый день, и то, что это был день рождения Амирбекяна Владимира Петровича. Я его помню. Я краснодарец не по рождению, но с пяти лет я в Краснодаре жил, учился, и первый институт заканчивал в Краснодаре. И я Владимира Петровича знал хорошо. И вот это здание, оно дорого для меня. Я хочу пожелать в первую очередь жителям Новороссийска поздравить, что действительно они становятся заядлыми театралами. И то, что у них замечательный театр всегда был, не только здание, это был коллектив Народного театра Амирбекяна, потрясающий театр был в Краснодарском крае. И сейчас профессиональный театр, который растет как на дрожжах. Дай вам Бог и вашему кораблю театральному полный вперед. Я благодарен театрам, которых мы пригласили, потому что они все сразу сказали «да». Вот. Все абсолютно. Поэтому я очень низкий поклон. Поверьте, не собрать программу такого фестиваля за две недели, чтобы все театры дали добро, это очень сложно. Вот. Я очень, очень благодарен каждому театру, каждому руководителю, актеру, артисту, очень любому сотруднику театра, что они здесь. Вот. И фестиваль – это действительно праздник. Это действительно праздник. Поэтому хочется, чтобы вы получили, помимо удовольствия и эстетических каких-то вещей, хочется, чтобы для вас этот фестиваль действительно стал традиционным. Первый международный фестиваль «Театральная гавань» официально открыт. В этот вечер его участников, а также жителей города-героя, ждала музыкальная искрометная комедия «Невесты Зимиретии» в исполнении актеров Новороссийского муниципального драматического театра имени Амербекяна, рассказывающей о взаимоотношениях поколений в одной грузинской семье. Тосты, песни и танцы сопровождали действия спектакля, не давая зрителю ни на секунду отвлечься от происходящего на сцене. Кому это такая идея в голову пришла сюда этих старух притащить? Тебя, да? Ну вы же сами сказали, жениться хочу. Да, хочу, но сам хочу, сам. В роду Саманишвили сами себе невеста ходили. Зачем мне старуха? Молодую хочу. Ой, моя слава, что вы здесь сказали, давай, 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 давай. Впереди у новороссийцев еще несколько дней, чтобы окунуться в такой многогранный и такой чарующий мир театра. Юлия Савковская, Денис Ротарь, Новая Россия.